Елки, девочки. Скоро Новый год, а елки? Нет, я еще не купила. У меня Орест обычно это делает 31-го утром. Я говорю, ты что шутишь? Когда я ее наряжать буду? 31-го дешевле, но там уже нечего выбрать. Орест находит роскошные елки. Остаются как раз самые красивые, дорогие, которые никто не взял. А он приходит и уже, знаешь, уже никому больше не продадут, а он их забирает за полцены. Мой Сашунь, я ему доверяю, говорю, Саша, за тобой сосна. Меня, честно говоря, это не интересует, как он там торгуется, а что он приносит такую сосну. Красавица, даже игрушек не надо много вешать, потому что она пышная. Орест умеет выбирать лучше, чем у Саши. А мой Саша, Геннадий Ильич, выбирает еще лучше. Я поняла, елка Ореста против елки Саши. Какая елка лучше? Дешевле? Спорим. И у меня дешевле, потому что мой Саша, ты представляешь, он может торговать не там 50 гривен, а 200 гривен. Я не сомневаюсь, иначе ты его домой не пустишь. Он и так женщин заболтает, что они готовы им в этом, я не сомневаюсь. Нет, мой не заболтает, мой не такой, мой не такой, но он такой. Будет интересно. Завтра все и обсудим, договорились. А мы начинаем. Уверены, что накормить близких сытно и дешево можно только банальными блюдами? Нет, как приготовить деликатесы из самых дешевых и, на первый взгляд, несъедобных продуктов, расскажет моя подруга Алла Ковальчук. Также у меня в гостях Людмила Шапенюк, которая сегодня пришла по просьбе своего мужа. Все узнаем прямо сейчас. Ситуация, конечно, пикантная, да, Алус? Я вообще не понимаю, о чем вы тут с ним в сговор какой-то вошли все. Я поняла, что что-то ты ему недоготавливаешь, понимаешь? А у меня есть время, Алус. А, все понятно. А у Алуси время есть, смотри. Аллочка приготовила к нашей сегодняшней встрече три блюда. Я приготовила три вида ризотто. Людочка, хочу, чтобы ты попробовала и поняла, какое же ризотто заказал твой муж и какое ему больше всего нравится. Боже, там где есть мясо. Давай попробуем. Хорошо, давай попробуем. Давай, по чуть-чуть. Я люблю грибы, он любит мясо все-таки. Ну, понятно, что вкусно приготовлено. Что тут говорить? А Луся же старалась. Давайте дальше. Я хочу сказать, что Орест у меня вообще очень любит рис. Но это вообще какое-то загадочное такое, похоже на восточную кухню. Мне здесь нравится цвет. Ну, какой пикантный вкус, да? Ну, какое-то вот такое вот восточное блюдо. Не то мясо, да? Ну, давайте еще третий. Вот эти сладенькие. Кукурузка? Кукурузка, она вообще замечательная. Какой-то китайский вариант, да? Да. Восточный. Морепродукты. Да, морепродукты. Аллуса, все на пять. А это на пять с плюсом. Это мое мнение. Я думаю, что и мнение Ореста тоже было вот это. Потому что я знаю просто, что бы я ни приготовила, он пытая, а мясо там есть? Ну, это любой мужчина так, понимаешь? Не обманешь. Да, слава богу. Надо, чтобы было мясо обязательно, да. Ну, Леночка, я скажу, что ты очень хорошо знаешь своего мужа. Я его угостила, он говорит, боже мой. Я спела, слушаю. А где вы? А это секрет. Секрет спела. Это секрет. Ну, что ему очень понравилось, он говорит, вот я так бы хотим, чтобы моя Людмилка тэш вытувала такое ризотто. Ага. Да. Так вы для этого меня сюда пригласили. А разве ты не хочешь научиться чему-то новому? Ну, согласна. Я сейчас просто представляю, как ты будешь шокирована, когда ты узнаешь, в чем подвох. И в чем... Здесь есть подвох. А вообще, что я от вас могу ожидать, девочки? Я забираю эти блюда. И это тоже передай, пожалуйста. Сейчас я буду выставлять ингредиенты, все, которые необходимы для приготовления этого восточного ризотто. Какие-то секретные ингредиенты у тебя. Людочка, помогай, пожалуйста. Алла была, конечно, готова ко всем трем вариантам приготовления ризотто. Это, наверное, сельдерей дает такой замечательный вкус. Я его обожаю. Орест, кстати, не очень любит. Но в этом блюде съел с удовольствием. Из чего мы будем готовить это восточное ризотто? Нам понадобится рис, луковица средняя, сельдерей, кукурузки 100 граммов, 100 миллилитров вина, соевый соус, корень имбиря очищенный, перец чили, берем такую перчинку там по вкусу, морковка, два яйца и зеленый лук. Красота. Ну и какое мясо туда идет? Давай, пока мясо постоит, пусть это будет немножечко как в секрете, хорошо? Потому что я сейчас, наверное, боюсь. Я уже начинаю бояться. Я боюсь, что ты расстроишься и можешь повернуться и уйти просто. А мне же нужно, чтобы ты научилась. Ну вот столько ингредиентов. Я понимаю, почему оно такое вкусное. Ну, Аллочки, обычно, даже если много ингредиентов, все равно приготовить получается быстро. Так что я и на это сегодня рассчитываю тоже. Я пока это уберу, потому что это нам мешает, хорошо? Ну, конечно, ты же нас заинтриговал. Я уже не могу спокойно вообще воспринимать информацию. Мне надо знать, что под этим колпачком. Не надо, ты сейчас все внимательно слушай, как готовится это ризотто. А все остальное потом ты узнаешь. Прежде всего мы берем рис. Используем круглый рис, он сильно крахмалистый. Мы его не моем, потому что ризотто, оно должно быть такое клейкое. И эту клейкость дает именно крахмал, который есть на поверхности этого риса. Я ставлю сковородочку разогреваться. Сковородочка сухая, ничем ее не смазываем. И высыпаю сюда стакан риса. Рис мы слегка обжариваем. Ну, буквально пару минут. И именно благодаря этому на рисе, вот на зерне, открываются поры. И через эти поры потом рис впитывает в себя влагу. Я поняла, что мне еще учиться и учиться готовить. Так, все, значит, мы обжариваем. Ну, обжариваем, Людочка, не докоричневается это, просто чуть-чуть. Так, ну вот буквально пару минут, то есть рис прогрелся. И сейчас я выливаю сюда 100 миллилитров вина. О, шипит. Оно должно быть полусладкое или сухое? Сбелое, сухое вино. Так, все, кипит. И пусть испаряется вино. Дальше мы будем добавлять сюда, по идее, куриный бульон. Но сегодня мы будем использовать куриный бульон. Это нужно курица, нужно варить. А, так курица у тебя? Нет. Ой, если бы все было так просто. Мы будем использовать просто-напросто воду. Я буду добавлять сюда воду. Ну, если то ризотто, которое мы пробовали, было приготовлено на воде. Да, с водой. Идеально вообще. А вкус был мясной, да? Как будто бы с бульончиком. Интересно. Так, я подготовила воду. Вода пусть стоит. И чтобы не терять времени, давайте подготовим карамель. Я ставлю сковородочку. Сладковатый вкус был, да? Был. Я думала, что это кукурузка дали. А, точно, да. Сахар. Две столовые ложки. Да. Высыпаю на сковородку. Сахар прогревается. Сейчас, смотри, мы по чуть-чуть добавляем воду. По чуть-чуть. Вот, смотри, я готовлю ризотто. Ризотто. И стоишь, и стоишь. Я не могу отойти. Не отвлекай меня. Где твои носки? Да ищи сам. Я готовлю ризотто. Все равно нужно помешивать. То есть, хорошая отмазка. Ты занимаешься только кухней. И сейчас я принесу все-таки секретный ингредиент. Наконец. И вы будете его подготавливать для ризотто. Ты знаешь, я хочу предупредить тебя, что немножко ингредиент непривычный. Может, даже выглядит неаппетитно. Но этот ингредиент очень полезный. И недорогой. Вкусный. Но вот то, что полезный, меня это подкупает уже. Ну, открываем? Ну, иначе мы не приготовим. Надо открыть. Опа-ля! Боже мой, что это? Алла, это что? Это то, что я думаю? Это уши? Это уши. А самое интересное, что Люда уже это съела. И сказала, вкусно было. Да. Девочки. Да. Я вам этого не прощу. Почему? Не, ну вот такое вот... Свиные уши. Какую часть из этого мы ели, Алла? Я сейчас все расскажу. Смотрите. У нас сахар начинает карамелизироваться. Людочка. Видишь? О, да. Коричневый становится. Мы его не помешим. Вот в таком вот состоянии мы можем к сахару добавить уже соевый соус. Добавляем 3 столовые ложки соевого соуса. Прямо выливаем сюда. Так. Я сейчас немножечко убавляю температуру. А знаете, карамель у нас уже почти готова, а уши у нас еще не готовы. Они еще у нас лежат. Ну, давайте, вот вы мне скажете честно. Я просто знаю, как вы любите разыгрывать. Может, это розыгрыш все-таки. Я же ела, я бы почувствовала, что я ем уши. Люда не узнала свиные уши, когда их ела. Потому что я их не ем вообще. Ты понимаешь, Ораст, я знаю, что ему нравится вот еще как-то с детства вот эти вот свиные уши. Они вообще это считали деликатесом. Он иногда покупает там, под какой только приправой он это не покупал, и копченый, и с всякими соленьями, и все что угодно. Но я, честно говоря, я даже ругалась с ним, что он берет. Вот почему Ораст, воспользовавшись знакомством с Аллочкой, которая сейчас примеряет уши, обратился к ней с просьбой. Не, ну с Орастом я, конечно, потом разберусь по поводу таких сюрпризов. Если что, Ора, зови меня, все нормально. Смотрите, уши вы купили на рынке. Естественно, они грязные. Их нужно хорошенечко, их нужно очистить. Я это уже все сделала. Вот эту вот часть мы обрежем, потому что здесь, видите... И вот это будем есть. Нет, это здесь очень много сала. Вот это же сало, видишь? А ты же кушала, ты же не чувствовала сало, правда? Поэтому часть эту мы не используем. Мы используем только вот эту часть, где хрящики. Какой кошмар. Сегодня мы будем использовать одно ухо, поэтому я это убираю в холодильник. Конечно, Аллочка, то ты меня елками пугаешь, теперь ушами. Нет, я не пугаю, просто если действительно это вкусно, полезно, и самое главное, что недорого, пожалуйста. Ты хочешь, чтобы я еще это резала? Да, нарезаем. Полтора часа уши проварились. Вот в таком виде они станут. И сейчас мы нарезаем 2,5-3 сантиметра длиной и шириной 5 миллиметров. Вот, нарезаем. Орыс, ты видишь, что я делаю для тебя? Так, Аллочка, я правильно режу? А ну, посмотри. Все правильно, смотри на Надю. Надя, а ты где научилась уши резать? Ну, это Надя уже может просто работать шеф-поваром профессиональным. Сейчас к карамели мы добавим одну звездочку бадьяна и буквально пол чайной ложечки черного перца горошком. Мы уже убедились, что это блюдо вкусное. Теперь, открыв секретный ингредиент, мы понимаем, что это вовсе даже и недорого. Хотя вкус как у мясного деликатесного блюда. И хорошо, что Аллуся таким хитрым способом угостила тебя этим блюдом. Я бы не попробовала. Скажи, пожалуйста, вот ризотто с ушами, так вкусно, так вкусно. Идите вы, девочки, за елками. Все, пусть ушки у нас здесь в карамели, немножечко тушатся. Так, что у нас тут с рисом? Уже, собственно говоря, можно не добавлять воду. Так, на маленьком огне. Но у нас еще столько неиспользованных ингредиентов. Это мы закусывать будем. Нет, сейчас вот эти вот овощи все пополам делим. И будем использовать половинку этих овощей. Это в целях экономии или нам больше не нужно? Да, нам просто больше не нужно. Аллуся, ты видишь, Людочка какая-то есть надо мной, девочки. Она такая слабая, такая женственная. Куаня, получается, это не для меня. Я просто разучилась уже готовить. Конечно, вырастила дочку. Прекрасно ее вместе с мужем воспитала. А теперь эксплуатируешь. Она любит готовить, она прекрасно учится, она хозяйка. А как замуж выйдет, останешься ты одна со своей кухней опять. Я отправлю Ора стакалочки. Она научит его готовить. Очень вкусно. Так, сейчас будем использовать нашу чудо-машинку. Значит, овощи спасибо, что ты нарезала. Овощи спасибо, что мне не надо это натирать. А тебе маленькая луковичка. И нарежь кубиком 5 миллиметров. Слушай, я и так плачу от того, что я ем уши. Ты хочешь, чтобы я еще лук резала? Я хочу, чтобы ты научилась и делала вот это блюдо просто профессионально. Это надо намочить. Да? Мочи. Поможет Аллочка или это все сказки? Нет, мы все это проверили тысячу раз. Я знаю, что есть женщины, которые вот занимаются домашними делами, как само собой разумеется. А есть женщины, и мне кажется, ты из этой категории, которая что-то сделала по дому и так. Орест. Подвиг. Я сделала по дому. Да-да-да. И все такие, молодец, молодец. Да, Люда, правильно мы... Нет, вы неправильно делаете. Ну, вы же совсем уже, да. Я чуть-чуть утрировала. Я бываю в домашних штанах и футболке, готовлю и убираю. Я даже обои могу приклеить. Я один раз это делала. А мы это делаем каждый раз, понимаешь? И вообще никто даже не замечает. Все, я поняла. Нужно менять в своей жизни что-то и в своей семье. Так, рис у нас готовый. Чтобы он у нас не переваривался, я его сняла и поставила в другую сковородочку. Сейчас мы измельчим наши овощи. Для того, чтобы измельчить овощи, мы используем насадку «Кухонный комбайн» в нашей кухонной машине. Она моментально справится с работой без усилий с нашей стороны. А специальная ручка переключения скоростей поможет регулировать процесс и сэкономить время. А как все нарезано, сейчас посмотришь. Вручную я бы так не натерла, конечно. Тоненько, красивенько. Так, сейчас на эту сковородку наливаем чуть-чуть растительного масла и высыпаем овощи сюда на сковородку. Боже, как красиво. Я снимаю ушки, чтобы они у нас не подгорели. Здесь у нас готовятся овощи, чуть-чуть сделаю меньше. Я его сюда поставлю. Так, и еще яйца мы должны приготовить такой по типу омлетик. А его там я не заметила. Я не заметила яиц там. Хотя у меня малая делает рис с яйцами, это безумно вкусно. Ну что, овощи у нас стали мягенькие, достаточно. Я выключаю. И пока у нас овощи горячие, я добавлю сюда 100 граммов кукурузы, пусть кукуруза прогреется тоже. Добавляем сюда растительного масла буквально чуть-чуть. И можете добавить чуть-чуть сливочного масла. Это как вы любите. Вот как вы готовите дома омлет? Да. Вот точно так же. Я добавляю сливочного. Так, Людочка, пожалуйста, тебе вот... Это что? Это такая вот пиалочка. Нет, это пиалочка, я вижу, что с этим делать. А Луся отвечает на все вопросы. Может, человек не видел такой стеклянный? Может, у него там, там, фокоровая? Я к вам больше приходить не буду. Все, прости нас. Нет, на самом деле, твоя женственность, умение себя подать, вот это внутреннее уважение и любовь к себе вызывает у меня безмерное восхищение. Спасибо. И я учусь, этому надо учиться. А я учусь, учусь, а забыла добавить лук, понимаешь, уже просто-напросто. А я стою, гадаю, когда мы будем его жарить и где. Поэтому сейчас к овощам я добавляю, я опять включила огонь и добавляю сюда лук. Так, и сейчас мы само яйцо, мы не будем не солить ничего, мы сюда добавим своего соуса. Ну, буквально столовую ложечку. Все, перемешивай. Так, овощи перемешиваем. Так, ну что, выливай на сковородочку, все. Выливай, не бойся. Я не боюсь. Молодец. Здесь, знаешь, вот этот омлетик для начинающих, я так говорю, здесь не задача просто перевернуть, чтобы он был идеально ровный, чтобы он перевернулся, не порвался. Здесь, наоборот, нужно его рвать, поэтому здесь сложности никакой нет. То есть мы его перемешаем потом? Да, да, вот сейчас немножечко схватится вот снизу, и мы вот просто-напросто, смотри, будем вот так его рвать. Все, снимаю, снимаю, потому что все готово, не надо его пережигать. Так, все, омлетик готовый, он сейчас дойдет у нас на сковородочке. Так, найдем маленький кусочек, вот буквально вот здесь хвостик, четыре таких колечка измельчи, и мы сейчас добавим уже, уже мы на финишную прямую выходим, к овощам его добавим. То есть у нас составляющие готовы, мы будем соединять? Да, 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 да. Так, все, омлетик, смотри, резать не нужно, вот он, он сам измельчился, отлично, вот на такие кусочечки. Так, теперь возвращаем сковородочки наши, так, овощи я уже выключаю. Так, рис я поставила на огонь, и сейчас мы будем все соединять. Бросай, пожалуйста, к овощам перед чили. Так, все. Девочки, я придумала, я буду вас приглашать в гости, и мы будем вместе готовить, так незаметно, быстро. Ой, какая ты молодец, девичник, это здорово. Вина хорошего купим, чуть-чуть на ризотто, а остальное. У меня уговорить долго не надо, я согласна. Так, и сейчас овощ перемешиваем. Теперь отправляем сюда ушки. Самый неожиданный момент в приготовлении этого блюда для нашей Людочки, которая свиных ушей-то и не ела, и не видела. Так, перемешиваем. Теперь омлет добавляем. Теперь понимаю, почему Оресту это понравилось. Любимые блюда. Омлет, уши, кукуруза. Людочка, ну готовится все очень быстро. Смотри, сколько получается. Да, я вижу, да. Пусть кушает. Неделю есть. Да, ну не неделю, но и завтрак, и обед, и ужин. Знаешь, за что я его люблю? Что вот он может и на завтрак, и на обед, и на ужин есть одно и то же блюдо, если ему это нравится. Это золотой. Золотой муж. Я предлагаю сейчас выпить по чашке кофе, пока ризотто доходит до идеальной кондиции. Да, снимаем его с огня. Пусть все соки остановятся в каждом ингредиенте, и наше ризотто готово. За это время мы просто-напросто, ну буквально вот одну стрелочку лука нарежем, это для презентации. Угощайтесь, пожалуйста. Спасибо, Надюшенька. Спасибо. Обновленный Нес Кафе Классик каждое утро. Ммм, Алусенька, все-таки это блюдо удивительное. И по своим ингредиентам, и по процессу приготовления. Откуда рецепт? Ну, я уже рассказывала сто раз, что я была в Китае. Ну, была такая полоса в моей жизни, что, ну, челноки... Челноки готовят? Нет, челноки возила, торговар. И для меня вот восточная кухня, я вообще просто супер, вот эта вот Азия, я обожаю, просто недорого, действительно недорого. Вот у них субпродукты, это просто на ура. У нас почему-то, ой, субпродукты носом кривят. А это действительно вкусно. И я вот этот рецепт там узнала, и теперь я готовлю постоянно. И мы попробуем это блюдо, как только я напомню рецепт его приготовления. Возьмите свиные уши, рис, яйца, сахар, белое вино, соевый соус, черный перец с горошком, перец чили, корень имбиря, анис, зеленый лук, морковь, лук, сельдерей, кукурузу, воду, соль. Рис обжарить на сухой сковороде 5 минут. Добавить белое вино, выпарить. Добавить воду и варить рис до готовности. Свиные уши промыть, отварить 1 час, нарезать тонкими полосками. На сковороду насыпать сахар, растопить, добавить соевый соус, перемешать. Добавить специи, свиные уши, воду. Тушить на маленьком огне 15 минут. Яйца взбить, смешать с соевым соусом, поджарить, перемешать. Лук, морковь, сельдерей, корень имбиря измельчить. Слегка обжарить, добавить кукурузу. Соединить овощи со свиными ушками вместе с соусом, добавить рис и яйца. Прогреть 5 минут. Да! Людочка, сдавайся! Говори, что уши свиные вкусные! Аллочка, ты была права по поводу этого блюда. Оно очаровательное. Но по поводу елок, Надя, ты свидетель. Правда будет вам доль. Сашунь, ты слышал? По поводу елок мы договорились, что мы не договорились. А завтра мы узнаем, как этот спор разрешится. Но знаете, когда известно, из чего оно приготовлено, и сами приготовили, это другие ощущения уже. Прости, Аллах, все еще лучше получилось. То, которое мы готовили, да. Оно вкуснее. Это вкуснее, да? Да. Даже уши не мешают. Спасибо огромное! У нас есть новый замечательный рецепт недорогого вкуснейшего блюда. Субтитры подогнал «Симон»!